Сейчас наша постоянная рубрика Дайджест. Размер минимальной заработной платы в Прикамье сравняется с величиной прожиточного минимума для трудоспособного населения. Соответствующие трехсторонние соглашения на ближайшие три года подписаны в краевой столице накануне полномочными представителями от правительства Пермского края, Союза организации профсоюзов Пермский край софпров и Союза промышленников и предпринимателей сотрудничества. С 1 января 2017 года все работодатели обязаны установить новый минимальный размер зарплаты для своих сотрудников. Размер прожиточного минимума для трудящихся на будущий год пока не объявлен, но справочно на третий квартал уходящего 2016-го он составляет 10 251 рубль для трудоспособного населения. Предприниматели, не желающие повышать зарплату до такого уровня, должны письменно предоставить мотивированный отказ о присоединении к данному соглашению в 30-дневный срок со дня официального опубликования и предложить свои сроки повышения уровня оплаты труда до величины прожиточного минимума. Все подробности на сайте Минпромторга. В Санкт-Петербурге уволили чиновника, отремонтировавшего дорогу с помощью фоторедактора. История эта началась еще в марте 2015 года, когда житель северной столицы Алексей М. оставил на городском портале администрации жалобу о плохом состоянии пешеходной дорожки. В письме он написал, Сейчас на дороге лежат перекошенные бетонные плиты, грязь и лужи, местами дорожное покрытие и вовсе отсутствует. Спустя полтора года, в октябре 2016-го, на сайте администрации появилась информация следующего содержания. По информации, предоставленной подрядной организации, поручение администрации района проведения ремонта асфальтового покрытия пешеходной дорожки выполнено и были приложены вот эти фотографии. Однако оказалось, что эти самые фотографии сделаны при помощи компьютера. На самом деле, никаких работ вовсе не производилось. При этом, в самой администрации рассказали, что речь шла не о попытке обмана, а об ошибке специалиста, который прикрепил фото того, как могла бы выглядеть дорога после ремонта. Стоит отметить, за подобную ошибку губернатор северной столицы уволил подчиненного, сообщает сайт Mail.ru. Уже в это воскресенье в Кунгуре стартует шестой рождественский благотворительный марафон «Подари надежду». В этом году его героинями стали две маленькие девочки, которые очень нуждаются в вашей помощи. Это четырехлетняя Маша Ленцова, из-за своего недуга, видящая лишь на 10%, и Майя Шишмакова, с диагнозом детский церебральный паралич. В рамках рождественского марафона кунгуряки собирают средства на операцию по сохранению зрения для Маши и специальный велосипед для развития функций двигательного аппарата для Майи. Оказать посильную финансовую помощь девочкам можно в церковной лавке Тихвинского храма. Здесь размещена специальная урна для пожертвования, а также на городских мероприятиях под эгидой марафона «Подари надежду». Торжественное открытие состоится в воскресенье, 4 декабря, во Дворце культуры «Мечта». Здесь выступит Пермский губернский военный оркестр с концертной программой под названием «Мелодия любви». Начало в 14 часов. Все денежные средства от продажи билетов будут направлены на помощь детям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова